Привет, друзья! Это «Практика с Бадюком». Вы смотрите телеканал «Точка отрыва». И сегодня мы будем говорить о Винчун. У нас в гостях Валерий Павловский. Валера, привет! Серега. Как твои дела? Все по-прежнему. Смотрится как ужасная драка. Это просто показуха. Чтобы удивить человека, что такая скорость. Это так не делается. В кино показывают неправильно, на картинках неправильно. Брусли стоять тоже неправильно. Наставник может попросить тебя уйти. После того, как я попал в эту школу, моя картина «Мира Винчун» стала цельной. Знаешь, что я тебя пригласил? Я являюсь давним фанатом фильмов о кунг-фу. Кунг-фу-фильмы. Брюс Ли, смотрел фильмы? Ну да, конечно. Ну, мы на них выросли. Совсем недавно, пару лет назад, начали выходить серии фильмов о Бипмане. Ипман первый, второй, третий. И сейчас вышел четвертый фильм. Прекрасные фильмы. Они задали новый стандарт фильмов о кунг-фу. Америка – это самый сильный и сильный странный на Земле. Это понятно? Да, да, да. И, естественно, где Ипман, где Брюс Ли, там сразу что? Винчун. Мы получаем десятки, если не сотни писем от наших зрителей с просьбой рассказать об этом стиле. Я честно прошерстил всю поляну Винчуна в России. Вот, пришел к тебе. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в Винчун? Ну, вообще-то, я не собирался заниматься Винчун. На тот момент у меня были проблемы, скажем так, с поведением. То есть, очень был агрессивный человек. И я искал методы, как бы избавиться от этого, как совладать с собой. И я, на самом деле, искал практика или наставника, если это вообще возможно, по буддизму. Потому что, прошерстив для себя разные направления, там, и религии, и учения, то есть, мне больше всего понравился буддизм. То есть, было более понятно. Ну, и я начал узнавать через своих знакомых, возможно ли это вообще найти таких людей на территории Советского Союза. Мне ответили, что, возможно, в Бурятии, но там больше, ну, как бы, ритуальной практики, чем созерцательной. И человек, с которым я разговаривал, это Андрей Андреевиченко, он мне посоветовал заниматься боевыми искусствами. Он преподавал и вьетнамские стили, там, и тибетские. А со временем, возможно, кто-то отыщется. А так и случилось. Ну, к нему пришли люди, которые занимались с моим учителем. Ну, я уже про буддизм ничего и не говорил. То есть, был у меня, правда, вопрос, может быть, позаниматься айкидо, потому что уже, ну, надоело, там, агрессивное поведение мое и моих стилей. Там, уличные драки эти все, ну, и все остальное. Ну, эти ребята оказались представителями как раз Винчун. Ну, а когда я уже познакомился с учителем, оказалось, что он больше практик буддизма, чем Винчун. И я заинтересовался вот таким образом и начали заниматься. Это какой год был? Это был 90-й год. С чем у нас ассоциируется Винчун? Это Ипман, это Брюс Ли, это Мок Джон, деревянный человек, и, естественно, это Китай. Я знаю, что ты практикуешь так называемую вьетнамскую ветку Винчун. Вьетнамская, но условно назвать ее вьетнамской тоже не совсем правильно, потому что это китайские семьи, ушедшие во Вьетнам по разным причинам, и которые продолжили практику Винчун. Из чего состоит твой стиль, как он правильно называется, и какие основные направления вы в нем изучаете? Полное название стиля – Тхиолам Фацун Винчун Куэн. Расшифровывается, ну, Тхиолам – это отношение к Шавалиню, Фацун – это город Фошань, где окончательно сформировался стиль, ну, и стиль сам Винчун. Сам стиль состоит из изучения пяти зверей, то есть это как отношение к Шавалиню, да? То есть есть много парной работы, манекен, как ты говоришь, нынгун – созерцательная техника, цыгуны, там, и оздоровительная техника – это зоншинь вьетнамский. Ну, сам стиль, вообще-то, делает акцент на боевом аспекте. Вот во Вьетнаме есть три направления их. Они звучат так – Вобьен, Водхуат и Воддао. Во – это как, ну, ушу в китай. Вобьен – это чистая прикладуха, то есть, ну, типа рукопашка, там, я не знаю, бокс. Водхуат – это где уже добавляется много форм, как в карате, много цыгунов демонстрационных, типа гнуть копья, там, разбивать предметы. А Воддао – это путь духовного совершенства через воинское искусство. То есть и в нашей школе взяли как бы два направления, то есть прикладное и духовное совершенство, ну, так в кавычках говоря. То есть поэтому чистый Винчун стиль – это боевое. Значит, там есть практики манекена, ну, потом формы, ну, в молодом возрасте формы зверей, и есть практики без манекена и оружия. Это полный стиль. А скажи, пожалуйста, вот в каком возрасте ты впервые попал во Вьетнам, и как это, как твои были впечатления, как ты приехал к мастеру? А во Вьетнам я попал в 96-м году, просто занимавшись уже там 5 лет практически. Когда, ну, учитель уезжал, он говорит, что когда ты приедешь, я тебя обучил так называемой иньской стороне школы, а приедешь в Ново Вьетнаме, тебя обучу я иньской стороне. Вернее, не я, а уже его наставник и мой будущий учитель – Маэн Чао. То есть он уже является, образно говоря, профессором, ну, по Винчун. И суть в следующем, что, ну, первая часть обучения была, я просто слушал и пытался понять, вот как раз термин там «липкие руки» у нас не применяется. То есть у нас есть термин, ну, как бы видящие руки. То есть это очень серьезная разница, потому что «липкие руки», мы все русские, люди понимаем, прилипы, значит, этим нужно следовать. А здесь ты считаешь информацию, как, скажем, осиком и осиками. Это огромная разница, и по-другому уже все получается во время боя. То есть даже от перевода есть большая разница в переводе. Конечно, конечно, сразу же другое значение, ты по-другому начинаешь воспринимать само упражнение и сам бой. Но ты когда первый раз приехал, они мне этому начали обучать. Еще, например, здесь мы, в смысле на Украине, мы в основном спарринговались или дрались. И, ну, ту озвучил, это называл даже как «даняо», переводится из вьетнамского «драка». А когда я туда приехал, он говорит, мы тебя научим теперь, ну, «квай-тай» или «квай-тай-ты-зо». Это очень мягкая форма, где боя совершенно нет. Но на высшей форме это смотрится как ужасная там драка, невероятно. Но там очень высокий контроль. Где, ну, в этом упражнении человек обязательно должен справиться со своей агрессией. Потому что это упражнение, это не бой. И очень важно, чтобы ты относился к партнеру, как к самому себе. То есть, ну, можно сказать, условно говоря, как танец. Но этот танец, когда в конце уже начинает биться все силы, с огромной скоростью, он не похож. Но идет подыгрывание. Ну, не знаю, как ты партнера должен понимать, чувствовать. И это совсем не похоже на спарринг. Но, тем не менее, это несет прикладную на высшую силу. Конечно, когда идет высокая скорость, у нас есть упражнение, которое называется «чудан». То есть, умение принять силу. То есть, удар принять. И, ну, когда ты работаешь с партнером, он может бить, но ты уже принимаешь этот удар. Но все равно очень высокий контроль мой личный. Если я вижу, что партнер пропустил, я умею погасить этот удар. И это уже, получается, ну, как бы не бой, я не знаю, а нечто такое, как... Практика. Практика, ну, как в шахматы игра. Игра в шахматы. Но на высшем уровне большая скорость и большая выдача силы уже это бой. Мы упомянули в самом начале нашей программы про деревянный манекен. Подразумевается, что перед тобой, скажем, человек помощнее, чем ты. Это не коммерческое такое предприятие. Это не собираются дети. Семь раз в неделю занимаются мастера. Достаточно известная история, что во всех фильмах появляется вот этот тренажер, особенно с Джеки Чаном. Это уже как визитная карточка фильмов кунг-фу. Сначала была визитная карточка Вин Чун, появлялся тренажер. А потом уже, ну, в 90-х все знали, что такое Вин Чун. Сейчас все знают, что такое ММА. И для моих детей, для подростков, даже для людей, кому 30-35 лет, это просто такой аксессуар кунг-фу. И вот он небольшой, у него вот такие вот ручки торчат. И какая-то сверхскоростная там идет работа. Чем быстрее, тем лучше. Этот тренажер, он совершенно другой. Этот шифу совершенно другой. Чем была вызвана вот эта история с маленьким китайским тренажером? Из-за чего он появился? Как ты думаешь? Ну, скорее всего, что они скопировали с манекена Ипмана. То есть, этот манекен был индивидуально поднимать. Вот это знаменитое видео с Ипмана, да? Да, он был маленький человек. Он 100% знал, что делается индивидуально. А уже скопировали и сделали как канон. То есть, этот манекен. Ну, а скорость это, это просто показуха. То есть, чтобы удивить человека, что такая скорость, это так не делается. Делается очень медленно, то есть, размеренно, то есть, повторяется форма. Даже несколько, ну, как бы, таких есть практик, когда ты делаешь манекен, форму без манекена, медленно очень. Ты ее же делаешь? Да, то есть, ну, мы говорим это по воздуху. Потом делаешь на манекене, а потом садишься, всю форму от начала до конца, а потом садишься. И делаешь ее в голове? И делаешь в голове. Для того, чтобы запомнить эту форму и не забывать. А отрабатывается она отдельно, то есть, делается один-два приема в день максимум. Тогда это доходит до уровня рефлекции. Иначе это просто... Профанация. Профанация, это не работает. Каким должен быть правильный тренажер? Ну, все манекены делаются индивидуально, конкретно под человека. То есть, здесь, ну, соблюдаются параметры роста, ну, торс. То есть, где-то приблизительно три веса личных человек. То есть, вот этот, который делался под меня, он 300 килограммов, поэтому и весит? Может, чуть побольше. Даже побольше он весит? Побольше допускается, но меньше уже, ну, не так, так сказать. А рабочие качества, там, я покажу, какие, ну, не так отрабатываются. Потом длина, ну, руки. Какая она должна быть? Должно быть, ну, от локтя до кулака, плюс, ну, основание ладони. Раз, даже чуть-чуть. Нет, вот так. Вот так. Ну, чуть-чуть нормально. Нет, нет, да. Ну, нормально. Так, а это соблюли, это параметры. Параметры, вот эти, ну, вот здесь вот есть точки, да, вот эти точки мы набивки делаем, вот ты должен этими, ну, точками касаться, да. Да, и, ну, солнце. И солнце сметит. Да, да, да. Четко, да? Здесь, когда ты ставишь колено, ну, у меня не хватит длина, вот, да. То есть он четко сделан под мои параметры? Точно под твои параметры. Почему он двигается только вперед-назад? Ну, сам вес этот, который должен быть в три раза больше, чем ты весишь, и движение вперед-назад, это подразумевается, что перед тобой, скажем, человек помощнее, чем ты. И его мощь удара такая, что ты, например, не можешь удержать, и движение делается, то есть он качается на тебе, ты уходишь в сторону, блокивая. То есть это первое. Второе, если ты бьешь манекен. О-о-о, а можно еще раз? Если ты бьешь манекен такой, да, ну, и он вибрирует, ты представляешь, что будет с обычным человеком. Ну, я знаю очень много мастеров там в Ханое, которые, произзанимавшись всю жизнь, не имеют манекена, потому что, на самом деле, сложно сделать, найти хорошего мастера, подогнать это все. И дорого. Ну, дорого, да. Скажи, пожалуйста, сколько времени, ну, в процентном соотношении, занимает по вашей школе работа на деревянном манекене? По процентном соотношении, то есть ко всем... От общей тренировки, да. Ну, где-то, ну, процентов 20. Ну, это достаточно много. Ну, в общем-то, много, да. Ну, в некоторых школах, там, я слышал, дают уже, скажем, когда человек произвелся 5-6 лет, у нас сразу же дают параллельно. То есть вы сразу стоите? Конечно. По крайней мере, человек выучит форму. Там огромное количество наработок, качеств, внимания, очень много. Форма же одна по вашей школе, я правильно понимаю? Да, у нас одна форма. Но она длинная, вот форма сколько? Ну, она называется 108, ну, приблизительно, там где-то 150 движений. 150 движений. Да, да. Там, по-моему, 54 парных и еще там одиночные. Скажи, пожалуйста, много у тебя времени заняло, чтобы ее выучить? Сколько ты учил ее? Ну, я учил, наверное, ну, года, наверное, полтора, потому что, ну, мне пришлось собирать эту форму. Мне показало много мастеров во Вьетнаме. Отличия были? Были отличия, только начало, конец, середина, там, приемы почти все же самое, где-то меньше, где-то больше. И учитель спрашивал, почему? Он говорит, ну, люди всегда занимаются. То занимаются, то не занимаются, потом начал, вспомнил. Что вспомнил, то сделал. И они мне показали огромное количество приемов. А ты их уже собирал? Да, ну, мой основной учитель Ту и Чао, они мне рассказали, какая схема, какая последовательность. Там есть, так называемые, внешние ворота, внутренние ворота. То есть, развитие техники, там, и что, зачем идет. Там, ручная техника, потом волкевая, коленная и ножная. То есть, и по этой схеме я уже вставлял. Получилось, больше года я ее изучал, ну, практикую уже 30 лет. Ну, давай не будем болтать, встанем, и ты нам хотя бы кусочек этой формы покажешь. Как я... Только делай не очень быстро, потому что камеры не смогут это все... Вот этот момент очень важен. У нас не делают быстро. А почему? Потому что это считается каталог приемов. Так. Он делается медленно для того, чтобы, как запомнить стих, всю форму. А отрабатывается... Как азбука. Да, да, да. Таблица умножения. А отрабатывается совершенно отдельно. Ты, например, делаешь два, максимум три приема в день. И занимаешься, скажем, делаешь целый месяц. Потом переходишь в следующее упражнение. А вот эта скоростная форма, это, ну, как удивительно. Для кино. Да. Это для кино. Вот сколько мы всего интересного узнали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Скажи, пожалуйста, еще вот суперскоростное киношное выполнение. Мне на самом деле оно очень нравится. То есть там подходит Джеки Чан, встал напротив этого деревянного манекена и со скоростью звука там отработал какие-то движения, пошел пить кофе. Как правильно, он правильно делает? Как правильно по скорости, вот как правильно работать на манекене? Ну, это здорово смотрится. Я тоже видел этот фильм. Но я уже к тому моменту занимался и был, ну, удивлен. То есть рядом с ним никого не было, если бы он там кому-то демонстрировал. Как демонстрация, да, это очень зрелищно. Ну, потом еще вот есть такие моменты, я заметил, на гонконских манекенах. Есть такие смягчающие, ну... Подушечки. Подушечки, да. У нас это даже как бы запрещено. И с такой скоростью помолотить, ну, в бревно, то есть я таких людей, по крайней мере, не видел. Поэтому у нас, конечно, нет такой практики. Мы делаем упражнения медленно. Например, если я делаю всю форму, это для того, чтобы заучить ее и не забыть. Ну, как таблицу умножения. Ну, потом есть еще вариант, ну, ты говорил, когда делаешь без манекена форму, ты изучаешь на манекене, и потом, сделав эту форму, ты садишься и прокручиваешь ее в голове, чтобы у тебя уж лучше не на уровне подсознания. Просто... Это тоже тип тренировки. Конечно. Ну, это содержательная техника. То есть она как бы ввязана с буддийскими техниками. Но для того, чтобы просто запомнить формы и не забыть их. А отдельно упражнения отрабатываются одно или два в течение дня. То есть не более. Тогда ты, ну, вышлифовываешь это, и у тебя уже уходит это до уровня рефлекса. А иначе в бою это не будет работать. Если ты так красиво отмолотил всю форму, то есть... То вряд ли ты ее примешь. Ну, вряд ли ты примешь, потому что это не будет в таком порядке драка идти. В самом начале нашего разговора ты упомянул, что по школе существует несколько типов цигун, которые вы делаете для укрепления здоровья. Парный цигун, одиночный цигун. Поподробнее можешь рассказать об этом? И что конкретно ты сам практикуешь? Что ты можешь порекомендовать нашим зрителям? Ну, я сейчас могу рассказать и, естественно, покажем позже. Но у нас называется парное упражнение цигун, а наигун. А цигун все-таки это работа с дыханием. Да, у нас есть, ну, несколько упражнений, но в основном я даю одно. Он называется байтапхи, переводится как байтап. Это упражнение к хи с дыханием, дыхательное упражнение. То есть этот байтапхи имеет несколько, как бы, уровней, условно говоря. Первый уровень, ну, как и все цигуны разделяются, он называется там цивильный. Когда человек изучает форму, то есть, естественно, он начинает к ней привыкать. Потом он должен делать определенное время. То есть это его дисциплинирует. Пока он изучает форму, он развивает двигательную память. Но там достаточно сложно уже внутри. Когда он выучил эти формы, тогда он переходит, ну, условно говоря, к медицинскому цигуну. Когда он уже начинает увязывать дыхание и движение. То есть, когда он связал дыхание и движение, он начинает их растягивать. То есть это уже начинается, ну, как бы, кислородное голодание, анародное голодание, что, ну, укрепляет нас, да, допустим, или там разрушает свободные радикалы. Ну, в общем, весь... Не будем погружаться, становится лучше. Да, да. И плюс он еще, допустим, белая форма, потихоньку подтягивается. Потом эта форма изучается, и ты начинаешь визуализировать вдох. То есть, образно, донген. То есть это уже у нас более психотехники. Глоблевной техники, назовем психофизические техники. Когда ты уже соединил форму дыхания, визуализацию, тогда мы переходим к жестким цигунам. То есть, когда напрягается там сначала кисть, потом предплечье, плечо и спина. Никогда не напрягается грудь и живот. Тогда идет здоровительный эффект. Но вот этот эффект жесткого цигуна делается. Оно, образно говоря, ты начал заниматься там в 30 лет. Жесткий цигун, ты должен потихоньку к нему подойти, или к годам в 90. Потому что... Отличная практика. Потому что жесткий цигун начинает укреплять кровеносную систему. То есть, если ты, например... То есть, это практика долголетия такая. Конечно. Если ты сейчас укрепил свою кровеносную систему, то у нас в мире все построено. Или градация, или деградация. Через некоторое время ты будешь разрушаться. Как раз до конца жизни можно довести. И уже это потом... То есть, практика, она строго выстроена. До этого у меня там были бокс, каратэ, тайский бокс. То есть, все абсолютно жесткое такое. Венчу я не рассматривал. Я в детстве тоже рассматривал картинки с Брюсом Ли. То есть, сработало, работало. Да, да, работало еще как. Друзья, обязательно возьмите на заметочку. Это очень интересно. Игорь, как ты пришел в школу? Как давно ты вообще у Валерия Геннадьевича? Четыре года. Вот прямо сейчас. Как раз четыре года. То есть, сравнительно недавно. А история появления, что тебя привело? Изначально я вообще хотел научиться на макияне работать. Причем, насмотревшись картинок, фильмов. То есть, манекен? Да, до этого у меня там были бокс, каратэ, тайский бокс. То есть, все абсолютно жесткое такое. Венчун я не рассматривал. Тот венчун, который я видел, я его не рассматривал как себе. Но очень хотел научиться на манекене. Хотел, чтобы он был дома. Начал искать. А что это была за история с манекеном? Ты смешную такую рассказывал. Вы там хохотали перед съемкой. Манекен я когда уже заказал, ждал долго, хвастался всем друзьям, что у меня вот такой супер. Начал рассказывать, что он 300 килограмм весит. А он у тебя дома прямо с ней? Сейчас уже стоит. А тебя из дома не выгнали? Я сначала, ну, жена когда увидел, заплакала. Ну, реально, мы приехали, его привозили без меня, мы приехали из путешествия. Она входит, опять же, она видела маленькие гонконгские. И тут она видит, в полквартиры стоит этот манекен. Она просто села, ничего. Ну, ну, так что за история? История. Друзья также приехали, тоже увидели. Пиральцы тебя обманули. Да тебя развели. Зачем? Ты что, ты видел какие на картинках? Это у тебя неправильно. Я говорю, ну, как неправильно? Что объясняет, что физика тяжелая, должен удар держать, наклоны, выдачу. Все рассказывали. Ну, так, ну, да, тебе-то лучше знать. В кино показывают неправильно, вот на картинках неправильно. Брус Лис стоит тоже неправильно. Ты знаешь, лучше всех. А ты знаешь, я, причем, никаких логики, доводов, ничто не работал. То есть в кино? Да. Не, братцы, я, честно говоря, тоже согласен. Мне вот эти гонконгские, они маленькие, красивые такие. У меня даже один есть в зале, как бы, я, правда, не знаю, что с ним делать, но стоит он очень красиво. Олег, сколько лет ты уже суммарно занимаешься в Венчун вообще? Я думаю, что где-то около 18 лет. И ты прошел по всем веткам Венчун. С чего начинался путь? Я прошел не по всем веткам, по трем школам. Начинал я свой путь со школы Ипмана. Это был где-то как раз 2002 год. Я в детстве тоже рассматривал картинки с Брюсом Ли. То есть работало, работало? Да, да, работало еще как. Я всегда хотел заниматься в Венчун, но в Москве очень сложно было найти Венчун хороший. Ну и как все, я пошел тоже в школу Ипмановского Венчун. Ну, прошел, собственно говоря, все классы. Нашел дозвание СИФУ, как они там называют. И понял, что? Да, и пришел в итоге к тому, что что-то, чего-то не хватает. Надо было еще сначала. Да, потому что я видел, что система боевая. Видел, что техника изначально боевая, но не хватает каких-то важных кирпичиков, которые бы позволили мне полную картину осознать того, как это работает, что это за система. И это сподвигло меня и моих друзей поехать в Китай. Поехали к правнуку Чанвашуна, Чангадзи. Чанвашун – это первый учитель Ипмана, у кого Ипман в детстве занимался. Начинал как раз изучать Венчун. Да, и мы приехали к его прямому наследнику тоже изучать Венчун. Он взял нас в ученики, и мы начали изучать Чанвашун, Венчуницу Вань. Соответственно, тогда я уже увидел, что действительно наша мысль о том, что чего-то не хватает… Она имеет место. Она верна, да, поскольку Венчун тоже тогда считал, что нет бокового удара, нет прямого. На самом деле, все это Венчун есть, конечно же. Это было заложено в формах Венчуницу Вань. И далее я тоже очень много слышал о Валерии Геннадьевиче Павловскому. И ты пришел в школу. Да, да, да. И поскольку мой ум всегда искал информацию, мне нужно было эту картину, мозаику мира у себя в голове сложить. Мне посчастливилось, я попал к Валерию Геннадьевичу. И, собственно говоря, после того, как я попал в эту школу, моя картина мира Венчун стала цельной. Не сложно со звания СИФУ, то есть там последние поезды завязали, можно было отпустить живот уже, сидеть и там получать учеников, прийти и начать учеником у Валерия Геннадьевича? Нет, совершенно сложно. Потому что, ну, для меня звание СИФУ, как сказать, я себя никогда не считал, и навряд ли буду считать СИФУ. Ну, поскольку вся жизнь – это движение вперед, никогда нельзя останавливаться, и здесь нету предела совершенства, называться мастером – ну, какой смысл? И нет, совершенно не сложно. Зачем? Я знаю, что попасть в школу достаточно сложно. Это не коммерческое такое предприятие, это не собираются дети 1 сентября и пошли все там заниматься, в мае все разбежались. Нужна рекомендация, нужно пройти собеседование лично с тобой. Это того стоит? Вот скажи, вот твои ученики, вот сколько у тебя учеников, сколько лет они идут с тобой, вот мне вот это очень интересно. Ну, конечно, во-первых, это традиция, ты, ну, сам сказал об этом, да? То есть традиция звучит так, что раньше это было, что в школу мог прийти человек только благородного происхождения, но сейчас это практически невозможно, то есть дворянин там или какого-то там статуса. Потом он должен прийти обязательно по рекомендации, то есть это дает гарантию, что этот человек придет относительно адекватен, потому что ты уже знаешь его там, скажем, кто-то сказал за него добрые слова. Конечно, да. И следующий этап, это когда ты беседуешь с человеком, и ты понимаешь, насколько он серьезно к этому относится, или это просто, ну, есть такие люди, их называют туристы, пришел, посмотрел, и ушел. Они есть везде. Да, да. Обычно такие люди начинают в Градзаре разобывать берега, даже те, кто есть, они могут их с тобой тащить. И последний этап, когда наставник может попросить тебя уйти, ну, даже не объясняясь, почему. Все эти, ну, как бы, вещи я соблюдаю, и таким образом у меня, ну, ко мне пришло, образно говоря, заниматься человек 50, занимается 30. Ну, основной костяк человек 10, там, ну, по ряду причин, допустим, у человека, там, что-то не сложилось семейно, там, или по бизнесу, но они остаются, как бы, в контакте, периодически, опять, приходят и занимаются. Когда человек ко мне приходит, собеседование состоит из следующего. Человек обычно говорят, ну, у меня нет времени, я могу там ходить раз в неделю, там, два. А здесь уже, как бы, опять же, в Вьетнаме заготовки. Это примерно, если сравнить с желанием человека питаться раз в неделю. Да, кстати, никогда не думал над этим, надо попробовать со своими очень. Ну, тогда и кушай раз в неделю. Да, очень невраждай. Ты будешь еле-еле выживать. Все, да. Отличный совет. Да, если ты... Надо записать, друзья, обязательно, возьмите на заметочку, это очень интересная история. Ну-ка, 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 ну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Братцы, ровно тот случай, когда ни грамма не жалею, что пошел на поводу у зрителей. Узнал настолько много интересного, что очень вам благодарен. Пишите нам больше. С вами был Сергей Бадюк, телеканал «Точка отрыва». Берегите себя.